Здравствуй, дорогой студент, ты смотришь Универ Ньюс. Самыми свежими новостями студентства познакомлю я, Елизавета Евтифеева. Итак, сегодня в выпуске. В этом году исполняется 200 лет российскому академическому востоковедению, а также 180-летие со дня образования первой кафедры китайской словесности в Казанском императорском университете. В связи с этим проводится 10-я международная научно-практическая конференция «Россия-Китай. История и культура». Казань для проведения столь значимого события выбрана не случайно. А почему ты узнаешь в нашем сюжете. 5 октября в Казанском федеральном университете стартовала 10-я юбилейная международная научно-практическая конференция «Россия-Китай. История и культура». В рамках конференции запланированы лекции ведущих ученых Российской Федерации и Китайской Народной Республики по вопросам развития и взаимодействия России с Китаем. Не случайно местом проведения конференции была выбрана Казань. Именно Казань является тем самым городом, откуда и начиналось, пошло развитие китайского ведения в России. И самая первая кафедра, которая поставила обучение китайского языка для студентов, это было именно в Казани. И лишь потом, в 19 веке, постепенно кафедра китайского, китайский разряд восточного факультета был переведен в Санкт-Петербург. И уже позднее, после революции, историю и культуру Китая начали изучать в Москве. А истоки развития китайского ведения в России начинаются именно с Казани. Именно Казань является основой российского китайского ведения. Именно в Казани начались исследования и изучения истории Китая. Именно в Казани до сих пор у вас в Казанском университете сохранилась древняя китайская ксилография. Китай является одним из самых древних стран, поэтому необходимо изучать историю и культуру этой страны. Именно кафедра алтаистики и китайского ведения Казанского федерального университета уделяет большое внимание изучению истории Китая. Китайский ведение является приоритетным направлением развития для Казанского университета. В этом году кафедра китайской словесности отметила свой 180-летний юбилей. Благодаря деятельности Института международных отношений и истории востоковедения Казанский федеральный университет сегодня выступает не только ведущим научным центром в области китай-ведения, но и центром поиска решения проблем в сфере международных отношений. В рамках конференции в шоу-руме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета состоялся круглый стол на тему 200 лет российскому востоковедению «Перспективы развития». Востоковедение – это наука такая непростая, и дело непростое. Когда нам вручали государственную премию в Кремле, я такую мысль там проводил, что востоковедение – это государственная наука. Действительно, потому что исторически ее создавали кто? Дипломаты, шпионы, духовные лица. За все время конференции будет заслушано множество докладов. Исследователи обсудят актуальные вопросы истории, культуры и экономики Китая. Международная научно-практическая конференция завершится 7 октября. Анна Глузнова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Бурная дискуссия развязалась среди студентов КФО на очередном заседании политского воротки. Дело в том, что на этот раз перед ребятами выступил депутат Государственной думы Российской Федерации. И рассказал всю правду о ближайшем будущем современных профессий. Как же сложится судьба молодых специалистов к 2020 году удалось выяснить Аделе Шамиловой. Из года в год обучение молодежи, как говорится, ради корочки стремительно теряет свой смысл. Об этом молодым политологам КФО лично заявил член партии «Единая Россия», он же депутат Государственной думы Российской Федерации. Встреча с политиком состояла в стенах университета на очередной встрече политического клуба КФО «Палец Коворотка». Поступаешь в учебное заведение, подписываешь контракт, где там написано в том числе, что ты можешь во время обучения получить стипендии, общежития, по окончанию, какая, например, зарплата, где будешь жить. Ну и, конечно, ты должен в указанном в контракте, там, 5 лет, я не знаю, 10 лет, может быть, 4 года, я не знаю, может, 3 года, и пойти в обязательной парадке работать. Ознакомительный доклад политика с ребятами в считанные минуты превратился в бурную дискуссию. Больше всего студентов-политологов интересовало, будет ли выбранное имя-профессия востребовано в ближайшем будущем, а также какова судьба тех специальностей, спрос на которых просто огромен. И самое главное, действительно ли оправдан этот выбор? Но иметь надо в виду, я об этом не говорил, если одна из сторон нарушает условия этого контракта, то закон предусматривает в двойном размере возмещение, скажем так, тех средств, которые были потрачены либо на этого студента, либо студент возвращает. Если не устраивает, трудоустраивает министерство или район, или предприятие, то он несет в отношении этого выпускника в двойном размере штрафные санкции. Как удалось выяснить, концепция 2020 года приема выпускников на бюджетную форму обучения с перспективой трудоустройства на ближайшие пять лет крепчает уже сегодня. А значит, можно смело предположить, что проблема трудоустройства молодых специалистов после окончания вуза и живет в себя довольно быстро. Аделя Шамилова, Ленар Тавлетьяров, Универньюз. 5 октября в Нижнекамске состоялось открытие форума «Медиапруф». Одним из центральных событий форума стало двухчасовое выступление Юрия Дудя. В этом году главный редактор Sports.ru занялся видеоблогерством и за 8 месяцев существования своего проекта на Ютьюбе набрал 100 миллионов просмотров. Хорошо не только тратить деньги, но и зарабатывать. И Казань, безусловно, один из таких городов. Я совершенно безумат татарских девушек и я просто обожаю Татарстан. Я не представляю, зачем вы пришли послушать меня, но попробую вам рассказать что-то интересное. Начал встречу главный интерьер страны, чей проект в Дудь набирает миллионные просмотры. Конечно, главная мысль, которую Юрий Дудь пытался донести до аудитории, телевизор уже не Soul Fresh, а Ютьюб это тот хайп, который его знаменил. 2017 год считается более-менее революционным по части того, что происходит в медиа, которые раньше, ну или до сих пор заточены вот в этот самый экран, появилась прям настоящая альтернатива у телека. Если раньше мы понимали, что этой альтернативы более-менее нет, то к 2017 году такой замечательный видеосервис, как Ютьюб, набрал мощь и самое главное он привел к себе взрослую аудиторию. Эффект Дудя штука забавная. Похоже, теперь успехом награждается не только присутствие, а отсутствие на ТВ. Хотя совсем недавно он впервые за долгое время появился на первом канале в программе «Вечерний Ургант». За 8 месяцев существования своего видеоблога в российском интернете набрал буквально на этой неделе 100 миллионов просмотров. Это невероятный, невероятный успех. Встречайте Юрий Дудь сегодня на встрече. Передача Дудя традиционна, то есть позднерообразна. Он тщательно готовится к эфиру и берет классические и подробные интервью. Единственное отступление от канона – щедрый мат, иногда мотивированный сюжетом, иногда не очень. Небольшой успех, которого добилась наша программа, он возможен ровно благодаря одной штуке, что я там выполняю функцию официанта. То есть я человек, который просто посредник между зрителем и между известным человеком, который туда приходит. 5 октября в Нижнекамске открылся медиафорум «Медиапруф», на котором выступили именитые журналисты России, создатели годного контента в медиапространстве. «Где-то три дня назад в аэропорту Майами на стойке. Здравствуйте, куда вы направляетесь? Нижнекамск. Это где-то в Алабаме. Нет, нет, это в Татарстане. А, в Калифорнии. Мне кажется, это не так вообще важно, крупный центр или нет. Важно то, как это организовано, важно то, насколько удобно, конечно, добраться людям. Но я вижу, что здесь не было этой проблемы. Был полный зал, 400 человек. То есть мне кажется, что в Нижнекамске все получилось. Это здорово». Первыми своим опытом успели поделиться Родион Скрябин из «Лайфхака» и Ольга Бишлей из «Батенька. Давы Трансформер». Канал «Лайфхакер» возник в 2013 году и за четыре года набрал 200 тысяч подписчиков. Первое видео, которое набрало миллион просмотров, называлось «Что происходит, когда кто-то умирает в самолете?». Максимально адекватный тренд – это персонализация контента. То есть к этому все идет. И умные ленты, и постоянное обновление паблишинговых платформ на соцсетях. Я думаю, что персонализация контента, и когда соцсеть будет давать тебе максимально интересный контент, к этому все идет. Буквально с самого основания сетей. Эти алгоритмы все время улучшаются и так далее. Вырученные от продажи деньги будут пущены на запуск первого инклюзивного арт-кластера в России, который будет находиться в Нижнекамске. Диана Шилова, Ленат Альтияров, Универньюз. На этом у меня все. Одевайся теплее и будь всегда в курсе событий. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok